Вы знаете, что на территории Кингисепска-Муниципального района, в администрации Кингисепска-Муниципального района работает оргкомитет по подготовке к празднованию 70-й годовщины. На сегодняшний день ответственней и важней работы для нас нет, пока мы не проведем это мероприятие. Хотя всем понятно, что мы пережили очень непростую зиму. По погодным условиям у нас есть ряд серьезных вопросов. На территориях, как и Кингисепска-Муниципального района, в целом, так и в городе Кингисепска, в сельских поселениях, связанные с приходом ранней весны. Но, тем не менее, основная задача в администрации Кингисепска-Муниципального района, да и всех поселений, сегодня мы это очень подробно обсуждали на аппаратном совещании МАЛО, о том, каким качеством нам нужно подготовиться к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Еще пока называть все те мероприятия, которые будут проходить канун 9 мая, мы еще с вами не один раз встретимся, не один раз еще я буду рассказывать, что мы делаем и что у нас получается, что у нас не получается. Сегодня я хотел бы остановиться на некоторых вопросах. В первую очередь, это информационные вопросы, поэтому я буду кое-что зачитывать, кое-что говорить от себя. Информационные вопросы следующего характера. Первый вопрос, это всех волнует, наверное, выплаты материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Так вот, сегодня уже стало четко понятно, что по выплатам материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны утверждены условные план мероприятия в районе, в том числе по поселениям, посвященным подготовке к празднованию 70-летия Победы. И, естественно, одним из самых важных пунктов, еще раз повторюсь, является поддержка материальной помощи. Большая работа была проведена соцзащитой, обследованы 100% всей территории, кому может быть выдана эта материальная помощь, каким категориям они определены, тоже будет выделена материальная помощь. И нами принято решение о выплате материальной помощи в размере 6 тысяч рублей по следующим категориям. Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, узникам фашистских лагерей и, что самое главное, вдовам погибших, умерших участников Великой Отечественной войны. То есть всем максимально, охват будет практически всем, я еще раз подчеркну, дом, не только погибших, но и умерших ветеранов, которые вот только вчера еще были с нами. К сожалению, жизнь идет очень быстро, время летит, и мы десятками ветеранов недосчитываемся за буквально несколько месяцев на 10 человек меньше, несколько месяцев на 10-20 человек меньше. Поэтому вдовы не останутся без нашего внимания. Источник этой помощи будет из трех направлений. Если свалить по сверху вниз, то, конечно, первый источник – это Российская Федерация. По указу президента выплаты по вот этим категориям будут немножко разграничены, не как от Кингисепского района 7 по 6 тысяч, а будут разграничены от 7, 5 и 3 тысяч по разным категориям. Следующая выплата – это от губернатора Ленинградской области, она тоже будет разграничена по категориям. Это 5, 3 и 1 тысяча. Итого, если взять в виде примера, то мы видим, что участников Великой Отечественной войны, я возьму самую категорию, будет выплачено 6 тысяч от муниципального района, 7 тысяч от президента и 5 тысяч от региона. Итого получается, это 6 плюс 5 – 11, и 18 тысяч, да, 18 тысяч, чужие деньги не считаем. 18 тысяч рублей. Ну, соответственно, самая категория, которую получают меньше всего, это получается у нас 1 тысяча, 3 тысячи и наших 6 тысяч, это 9 тысяч рублей. Вот, эти деньги, будет информация, и мы полностью дадим, когда и как они будут выплачены уже в следующих общениях. Самое главное, хочу с уверенностью сказать, что все эти выплаты будут сделаны до 9 мая. Первое торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет победы в Великой Отечественной войне» в 1941-1945 годах запланировано на 20 марта. Будет организовано вручение медали на дому. Поэтому прошу никого не волноваться, не переживать, мы к вам обязательно придем. В Кингисепском районе структура следующая. 1263 ветерана Великой Отечественной войны. Из них в Кингисепе 738 человек, в Ивангороде 152 человека, по сельским поселениям 373 человека. Больше всего в Услужском и Котецким сельских поселениях из 373. Единый стандарт, единая медалька. Медали достойны, как положено, наши ветераны. В рамках подготовки к 9 мая мы большое внимание уделили медицинскому обслуживанию участников и инвалидов войны. В сфере здравоохранения в течение всего года для ветеранов будут проведены диспансерные наблюдения, а также амбулаторные и стационарные обследования. И лечение ветеранов по тем медицинским показаниям, которые будут выявлены. В программе «Здоровье сердца», утвержденной политической партией «Единая Россия», запланировано обследование ветеранов на предмет выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Такие обследования уже прошли в Амгороде. В ближайшее время пройдут в Баршинвудском поселении, в Акулевском, в Густомирском сельском поселении. Еще раз подчеркиваю, здесь задача стоит и выявить, если есть такие заболевания, и оказать помощь в лечении. Эта программа будет работать весь год. Я надеюсь, что мы очень серьезно окажем помощь, как практика показывает, такие вещи работают очень эффективно. В прессе была информация, мы с нашими ветеранами обсудили возможность заменить памятник в Роще 500. Нашли отклик, что наши ветераны поддерживают, чтобы мы сделали эту работу. И сейчас в реальном времени отливается новая скульптура солдата-освободителя. И она будет привезена, и до 25 апреля будет установлена. Мы ее с вами торжественно откроем, и уже 9 мая новая скульптура будет вместе с нами, потому что предыдущая, которая сейчас есть, отслужила свое время как морально, так и физически. Она уже полностью разрушается, не подлежит восстановлению. Поэтому администрация Кингисепского района нашла спонсоров. Мы потом с вами, конечно, после празднования 9 мая поблагодарим всех наших спонсоров, меценатов, которые нам будут оказывать помощь в проведении такого мероприятия. Регический состав на территории Кингисепского района сумеет привить и поддержать на нужном уровне и граждане тот патриотизм, и ту память, которая должна быть присуща каждому гражданину Российской Федерации мало до великой. Поэтому в этом направлении мы работаем и будем прикладывать еще массу усилий. В средствах массовой информации по разным источникам, о том, что дорожная сеть Ленинградской области, других районов Ленинградской области и, конечно, Кингисепского района и города Кингисепа находится в серьезном состоянии, конечно. Мы это понимаем, что дорожная сеть сегодня требует колоссальных вложений к решению и надлежащего качества выполнения работ. Но просто я хочу именно кингисепцам сегодня, горожанам города Кингисепа, напомнить о том, что многие видят только плохое. Вот сегодня появилась яма, все побежали с линейкой ее мерить. Так эта яма же появилась от того, что мы интенсивно ездим, что у нас такие погодные условия, что еще 5-7 лет назад как минимум 70% населения, которое сегодня сидит за рулем, не обращали на эти дороги никакого внимания, потому что они по ним просто не ездили. Сегодня благодаря последним десятку лет стабильной жизни на территории Российской Федерации благосостоянию народа в каждой семье по одной, по две машины, а то и по три машины. То есть люди практически уже не ходят пешком, а передвигаются только на автомобилях. Поэтому я ни в коем случае не оправдываюсь, но хочу сказать, интенсивность движения стала совершенно другой. Все стали ездить на зимней резине, вся резина шипованная, шипы полностью выворачивали за один сезон весь асфальт, потому что снега не было, все ездили на шипах по городу, по 100 кругов нарезали в день, таксисты, если не по 1000 и так далее, и тому подобное. И те люди, кто ездит на транспорте, наши гости, транзитный транспорт, а в городе снег-то не лежал и несколько дней. То есть мы на голых металлических шипах проездили весь осенне-зимний-весенний сезон. Естественно, это колейность, естественно, это выбоины, естественно, это нагрузка на дорогу, слова колоссальные просто. У нас не одна дорога, даже новая дорога, которую мы делали в Кингисеппи, об этом чуть позже, не имеет нового основания. Эти основания были сделаны еще в советское время. Эти основания были сделаны из песка, из вискового щебня. У нас те деньги, которые появляются, мы хотим максимально каждый год сделать кусочек нового асфальта. Когда была сделана улица железнодорожная, когда были сделаны максимальные те улицы, те вопросы, которые остро стояли от граждан, это все забыли за один день. За один день забыто, что десятки миллионов рублей, Криковская въезд, Криковская середину сделали, в этом году Криковская полость сюда делаем. Никто не вспомнил, что это было сделано в прошлом году. Все только критикуют власть, и это нормально, наверное, так и должно быть. Но мы живем сегодня из того бюджета, который у нас есть. У нас не может, давайте просто абстрагируемся. Неужели можно подумать, что у власти исполнительно есть деньги, и эта власть эти деньги не тратит на нужды своей территории? Да это нонсенс. Мы находимся в бюджетных кредитах, в банковские кредиты даже берем, чтобы быстрее что-то сделать, чтобы в городе, в районе стало комфортнее, безопаснее, лучше проживать. Люди двигаются, передвигаются. Но надо нам, я призываю, слезо массовой информации, давайте мы как-то вместе, демократично будем эти вопросы обсуждать. Мы понимаем сами, мы нормальные люди, все ездим за рулем по нашему любимому городу, по нашему району, и сами подпрыгиваем от этих кочек, туда-сюда-обратно, ездя по городу. Но я, например, подпрыгиваю на кочек, но я понимаю, и не ругаю кому-то, там, выше власти кто, что вот у нас мало денег, потому что я четко понимаю, что их больше не будет. Надо денег зарабатывать, надо денег эффективно тратить. И автомобильные дороги, которые сегодня в Кингисеппио находятся, не на ближайшем состоянии, часть дорог, они будут сделаны. Не надо кипишиться, не надо вперед паровоза лететь, еще снег не сошел, и давайте-ка мы тут форумы откроем, и давайте-ка мы тут сейчас власть все покритикуем. Снег еще не сошел, вот он, условно говоря, снег не сошел, в кавычках, потому что еще зимние условия. Некоторым слишком умным товарищам подсказывать, пускай лучше подскажут, где нам заработать, или найти деньги, а не как потратить те деньги, которые мы с депутатами и распределили уже по городу, и они будут сделаны. Буквально за считанные недели, месяцы, город преобразится, и мы не первый раз провожаем зиму. И за 2-3 месяца всегда в город был вылезан. Ямы заделаны, максимально на что были деньги. Карточные ремонты делаются, улицы новые перекладываются. Так вот, пожалуйста, давайте помните все хорошее, не только все плохое, когда заканчивается зима. Ничего неизвестно, какая сумма, и когда деньги придут с региона к нам сюда. Вы же понимаете, что эти 150 и 150, эти 287 или 300 с чем-то миллионов, которые, вот, сумма гуляет в регионе, это на всю Ленинградскую область, это на 18 муниципальных районов, это по 12, по 13 миллионов на один район. И это же деньги, в том числе, на внутриквартальное благоустройство, это же сумма не только на дороге, это и на внутриквартальное благоустройство, и мы должны с депутатами решить, куда мы отправим эти деньги. Внутриквартальное благоустройство какого-то из дворов, Новоровского, Криковского, Аптекарском, или где-либо еще, улица Строителей, или мы сделаем какую-то центральную улицу в городе. Невозможно произвести ремонтные работы, еще в ближайшие две недели должна хотя бы поставить хотя бы вот такая погода, и ночью даже появятся плюсовые температуры. Мы сделаем и выкинем это все. И мы не пойдем в угоду вот этих паникеров, горлопанов, которые появились на территории района и города, которые начинают критиковать можно любых и всех. И нас критиковали, будут критиковать в дальнейшем, мы критику понимаем. Но когда бегут впереди паровозы, и вот, ну мол, вот мы такие граждане, давайте с нами, объединяйтесь к нам, давайте мы покажем сейчас всем, объединимся, сейчас мы власти дадим прикурить. Да мы без вас знаем, что делать. Без вот этой вот группы людей у нас есть активные граждане на территории Кингисепсского района, жители города Кингисепс, которые нас в 10 раз больше поддерживают и понимают, что надо сделать и когда надо сделать в городе. В январе 46 раз температура 0 перешла туда или сюда. Какие дороги могут выдержать? Любая перешенка на асфальте, попадает вода, замерзает, все разорвало. Идеально, когда зима пришла, снег выпал, снежок лежит, все прибрались, чистенько, пили их аккуратно. У нас дождь, снег, вода, солнце, ветер. Какая-то зима была. Да никакой асфальт не выдержит. В Финляндии вон все полупалось при их-то качестве. Потому что тоже такая же зима была. Эти примеры уже приводят не раз этой весной. Поэтому давайте, уважаемые Кингисепси, обращаюсь ко всем, не будем паниковать. Вы прекрасно видели и видите, что каждый год зима уходит и приходит весна. И мы каждый год делаем ремонты, и в этом году он также будет сделан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова